здравствуйте друзья я роман головин сегодня поговорим о спокойствии в нашей жизни наверное самое ценное в нашей жизни это спокойствие и баланс чтобы мы понимали да когда мы живем у нас есть куча проблем различные уроки нас постоянно наши учителя выводят из равновесия и нам всегда нужно себя приводить в равновесие конечно легко рассуждать у многих очень много этих проблем это нормально мы проходим через эти уроки мы развиваемся в этой жизни без них некуда без проблем со здоровьем без проблем с недвижимостью там финансовые уроки в семье с детьми там это нормально это наша жизнь но мы должны научиться относиться к этим вещам более сдержанно сбалансировано с пониманием до со знаниями а знание можно где получить только от развитых контактеров к сожалению в книгах их практически не до там отрывочные какие-то знали но все равно эти знания с каждым годом будут улучшаться пополняться детализироваться это очень важно для нас и сегодня я лично понимаю насколько это важно быть сбалансирована в этой жизни чтобы в семье в работе соотношения с друзьями там и так далее был баланс когда мы куда-то спешим постоянно мы что-то не успеваем мы начинаем нервничать да то есть уже нужно как-то пересмотреть свой подход да то есть надо перестать куда-то спешить надо перестать за один день решить все свои проблемы да конечно если ты можешь сделать это сегодня не надо перекладывать это на завтра и таким образом мы стремимся все время что-то где-то улучшать в любой сфере жизни нужно иметь с собой да свою вторую половину там жену либо мужа который будет вас понимать и тоже будет к этому стремиться естественно если вы будете вдвоем к этому стремиться значит и дети у вас тоже будут к этому максимально стремиться понятно что мы все разные изначально до родились в разные месяцы годы это большой отпечаток откладывать краска гороскоп он реально это работает астрология реально работает вот если там ты лев значит все соответствует этому знаку там если ты за родился в год собаки тоже накладывают свои отпечатки пальцев да то есть нужно понимать что мы все время выводимся из равновесия и нам надо себя загонать обратно в равновесие это а медитация б это йога с это правильно питание 3 даже 4 это более философское отношение к себе к окружающему миру неважно то вот я например очень щепетильный к автомобилям всегда относился это со временем начинаю немножко проще относиться но все равно самое главное до создавать такие ситуации но попал камень там в краска отколок откололась где-то там ну да неприятно старайтесь относиться к этому как к вызову к некому да и на него реагировать или вообще не реагировать просто расслабиться до идти дальше в конце концов машину с собой не заберешь никуда нервы и появление более ранее седых волос да ты смотришь на себя на на зеркало и не успеваешь удивляться насколько быстро появляются седые волосы потому что они пропорционально проблемам чем больше проблем равно тем больше седых волос да я больше стрессов иммунная система хуже работает естественно меньше у тебя энергии остается потому что во первых все эти стрессы реакции негативные они во-первых негатив собирается в организм это не есть хорошо не забывать что есть еще защита от этого она помогает столько много негатива негативной энергии не нарабатывать и таким образом мы должны понимать что избавляясь от всех вот этих вот неправильных реакций до на раздражитель вы уходите от этих проблем очень много проблем можно и бесконечно перечислять что появляется когда человек неправильно реагирует на ту иную ситуацию до на работе конфликты да там конфликты люди старайтесь с ними не разговаривать на какие-то темы непонятны видеть люди конфликтный лишний раз ничего не просите у них не вступайте с ними в контакт едете на дороге например да то видите идиот лезет под вас но пропустите его не надо там выпендриваться там думать там что вот вы там самый главный на дороге умный и так далее пропустите человека пускай лезет обгоните его через километр не проблема накаляется ситуация женой с мужем в семье да не все понимают знаете бывает что просто вот на ровном месте наезжает не обращайте внимания сведите на шутку как-то там да там наступите себе на мозоль там больную там до что вас так жена унизила ничего страшного там да вот многие люди этого не понимают когда их сожалению каждый смотрит со своей стороны что происходит каждый считает что он недооценен обделен вниманием и так далее то есть стараться нужно все равно смотреть на те вещи более здраво взвешено и тогда все будет хорошо философия она очень важна в нашей жизни она очень много дает но чтобы прийти к этому есть пыльчивые люди это прописано в программах есть люди более такие активные есть люди конечно более медлительные есть люди вот поставь многих людей ну вот и пытаясь их обозвать трое там на вас кулаками набросит четверо на вас кричать начнет пятеро там форчать будут там еще не там два человека внимание даже на вас не обратят понимаете то есть видите какая реакция разную всех людей и естественно когда нас выводят из этого равновесия из баланса то это все чревато для нашей жизни и опасно для жизни и плохо и потом долго в себе чувствуете крутите иногда бывает так что какой-то инцидент на дороге как бы да потом несколько дней еще вспоминаете некомфортно после этого состояния а всего лишь две секунды надо было пропустить этого идиота на дороге вот и все две секунды а так можно себя настроение на целый день или на минимум на два испортить поэтому стараться надо каким-то вещам относиться ну скажем так более сдержанно конечно не все получается у меня не все получается у других людей не все получается но мы здесь на этой планете вместе с вами развиваемся и постоянно это говорю как бы да то есть мы вместе идем да мы учимся ошибаемся а желательно ошибаться не на своих ошибках а на чужих вам но есть люди которые только на своих ошибках еще по десять раз еще делают стараться на проблему посмотреть всегда со стороны больше развиваться читать получать сторонней информации даже если вы не понимаете пытаться надо все равно ее понять со временем осознаете что в некоторую информацию понять надо еще подготовиться к этой информации стараться другую литературу почитать там другие видео посмотреть может быть разных людей посмотреть может быть сразу ваша информация не заходит с каких-то других людей начать потом может даже если она вообще неправильная информация то что человек осознал что тот человек который говорит это неправильно то есть а когда человек чистого листа начинает не все могут это воспринять Потому что спят еще. Спят и нет базовой информации, на которой бы можно было опереться. Поэтому это очень важное понимание. Вода очень сильно расслабляет. Когда лежите в ванной, принимайте душ. То есть она именно убирает весь негатив. Массаж, плавание расслабляет. Создаете себе какие-то условия. Вот я сейчас на природе нахожусь, приехал. Отдыхаю к родственникам. Естественно, понимаю, что у меня всего лишь сутки. И вот эти сутки я хочу по максимуму использовать. Пообщаться с родственниками. Сходить в баню, в лес. Просто в беседке поспать на свежем воздухе. Всего лишь сутки. А хотелось бы хотя бы несколько дней. Но для меня это большая роскошь. Но надо каждую секунду использовать. Насладиться природой. Что наши учителя вот это все создали. Что дают возможность поучаствовать в том, что они создали. Прикоснуться к этому. Осознать. Травинка. Деревце. Кустик. Красная сморойная. Кружевничек. Калина. Черная рябина. Начинаешь ощущать. Понимать. Переваривать. Где ты находишься. И где сущности те, которые все это создавали, находятся. То есть иногда наблюдение за окружающим пространством, прожащим миром тоже расслабляет. Более философски заставляет мыслить. Можно просто вот такой садик себе сделать на участке. Красивый, симпатичный. И сидеть, наблюдать, думать. Как ветер шелестит. Солнышко взошло. Ушло. Ветерочек в эту сторону впадал. В другую. И в голове формируются нужные мысли. Научиться интуитивно к себе прислушиваться. Заглядывать внутрь себя. Со стороны выйти. Как бы на себя посмотреть со стороны. Если есть какие-то проблемы, можно эти проблемы обдумать. И решения зачастую приходят. Ну помимо того, что можно так делать. Есть еще и мы. Всегда можно через сущности узнать о той или иной проблеме. Решение какой-то проблемы. Просто надо научиться правильно описывать эту проблему. Потому что некоторые люди сразу все в кучу сбрасывают. Типа вот у меня проблемы финансовые. С семьей, со здоровьем. Энергии нет. И все в кучу свалили. Чтобы не сваливать, надо прекрасно понимать, что многие проблемы порознь идут у человека. А неправильное отношение к этой жизни, неправильное понимание этой жизни, оно как раз и загоняет человека в такие проблемы. И на самом деле, я сейчас допустим, у меня стройка идет, я общаюсь совершенно с простыми людьми. То есть, которые вообще ничего не читали никогда. Скажем так, образование церковно-приходская школа, как у нас военрук говорил, в медицинском институте на военной кафере. Три класса ЦПШ, церковно-приходской школы. Вот эта штука у меня застряла на всю жизнь в голове. И я понимаю, что эти люди очень сильно ограничены. И на их примере тоже можно понять, как они создают себе проблему. Человек там кучу штрафов имеет, их не платят. Какие-то у него есть задолженности, их не платят. А потом, ой, там что делать, у меня миллионные штрафы, меня там государство здесь ограничило, там ограничило. Я не могу туда поехать, сюда выехать. Я не могу там банковскую карточку иметь, потому что с меня сразу начнут списывать. То есть люди сами себе создают проблемы. Получил штраф, заплати. Не надо идти пропивать эти деньги, тратить на какую-то ерунду. То есть люди даже не понимают, что происходит. То есть они сами создают себе проблемы. Ты ему говоришь, давайте на карточку переведу деньги. Нет, у меня нет карточки. То есть человек каждый раз должен подъехать ко мне, взять деньги, например, или к какому-то другому человеку. То есть уже понимают другие люди, что с этим человеком серьезных дел иметь нельзя, потому что нестабильен человек. То есть он элементарные вопросы в своей жизни решить не может. И вся жизнь у таких людей комом идет. То есть люди сами себе проблемы эти создают на ровном месте. Если вы будете наблюдательны, взять, например, одного человека, у него пять фирм было. И он начал обманывать людей, дурить. Одна фирма закрылась, вторая, третья. А потом одна еле-еле наладом дышала. А я уверен, что сейчас она и та закрылась. И человек, который старается честно все это делать, помогать, быть открытым, объяснять людям и так далее. Эти люди начинают процветать. Потому что сущности видят, кто и что делает. И не нужно там думать, что за вами не наблюдают и ничего это не видно. Все это видно прекрасно. Поэтому пересматривайте свою жизнь. Проблемы будут сами уходить постепенно. Естественно, будут оставаться жизненные уроки, через которые мы должны пройти и к ним относиться как к своим лучшим друзьям. Пишите свои комментарии. Всегда мы на связи. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь. Удачи, всех благ. До свидания.